Всем привет! Чуть больше месяца на свободе. Нужно было время немножко оглядеться, прийти в себя. По своим наблюдениям могу сказать, что люди стали живее, это здорово. Нас стало больше. Многие стали более грамотные в своих правах. Это тоже очень здорово. Но все еще продолжаются незаконные суды. Я свидетель, и это мое объективное мнение, я свидетель того, что сегодня суды проходят с нарушением всех законов Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса. Ну и самое главное, что он проходит нарушение Конституции нашей Республики. Нарушаются права повсеместно, бездоказательно сажают людей. И даже если есть какие-то рекомендации со стороны Верховного суда, они не выполняются. Я был свидетелем, многократным свидетелем того, что вроде как люди добивались пересмотра от Верховного суда, но первая инстанция, как правило, не пересматривала, оставляла за собой право оставить решение верным. Первое решение свое верным решением оставляли. Вот, незаконность продолжается, и говоря о стриме, проведенном Людмилой Козловской, Ботой Джардумали и Муфтаром Облязовым 7 сентября, я думаю, более чем весомых аргументов для того, чтобы бороться с сегодняшними захватчиками власти, не должно быть и не может быть, потому как наши родины продают, продают с потрохами в одной части, все наши права будут отбираться в полной мере, мы будем под контролем даже не собственного правительства, а правительства соседнего государства. Это печалит. Это плохо, это ужасно плохо. Я думаю, что много сегодня поводов для того, чтобы мы могли говорить, хватит и стоп. Нужно объединяться, в единстве сила, и всех не посадят. Казахстан будет свободным, Аллахазовстан. Да, еще дополнение к ранее сказанному, хочу сказать, для правоохранительной системы, для судебной системы, дабы не выглядели некие призывы к насильственным действиям или к насильственной смене власти, хочу сказать, что, пользуясь своим конституционным правом в рамках закона, мирным путем, мы сменим эту власть.